Городские чиновники пока не будут принимать заявки на ремонт квартир ветеранов. В бюджете Благовещенска на эти цели не хватает денег. От горожан уже поступило около 200 заявок. Чтобы завершить ремонт в этих квартирах, нужно еще около 19 миллионов рублей. Сейчас ремонт в квартирах ветеранов продолжается. Договоры с подрядными организациями заключают непосредственно владельцы квартир. К тому же в этом году не было ограничено число таких заявок от ветеранов. Сейчас заявки приняты, подрядчики есть, возникает задолженность. Вы этот порядок разрабатывали, не мы его разрабатывали. Вам было поручено разработать порядок и предусмотреть все проблемы. А сейчас у нас получается с заложниками ситуации опять ветеранов стали. В связи с тем, что в порядке у вас не было ограничено количество заявок, принимаемых на этот год согласно выделенной денежных средств. На соседании комитета по социальной политике, которое прошло накануне, обсудили еще несколько вопросов. Народные избранники предложили увековечить память некоторых благовещенцев. Так, главный корпус педуниверситета теперь будет носить имя ветерана Великой Отечественной войны Георгия Груздева. На фасаде ИПКЗ будет установлена мемориальная доска имени Николая Мулгачева. Кроме того, в Благовещенске возможно появится улица Героев-Даманцев. В том числе нам поступали и предложения, которые содержали предложения по увековечению памяти. Все эти предложения мы собрали, передали в комиссию по увековечению памяти в установленном порядке. Поэтому, если поступит такое предложение, в случае, если у нас появится улица,